Пополам На улице жарко Да, ребятки, вот на таких вот как раз восьмерках Я и Герасим Васильевич У меня термоцел где-то спрятан Люто-люто поели до крови Здесь очень некомфортно Нормально? Никого нет дома Так, ребята Якутский нож от стальных бигней Триммер, блин Уходя с аэродрома, что-нибудь возьми полезного домой О чем гласит это надо? А? Ну вот то и написано Ну что, народ Все, мы в самолете с мишаней Все, назад у тебя нет Утарана ждет Давайте сейчас поспим немножко Утром в вертушку Утром рано, потом рано 9 часов и мы там Все Ребят, такие места Короче Ситуация тут такая Мишаня возле туалета сидит У нас это самое Других мест не было Либо стоя предлагали Но дешевле Четыре часа у него нога Просто не просто Вылетаем В Красноярске, говорят, тоже тепло Поэтому мы по летнему одеты На что в Красноярске На Путарана, блин Плюс 26 днем Знаете, на водохранилище Лед еще лежит А днем плюс 26 Ночью до плюс 10 Когда оно будет таять, вообще непонятно Мерзлота Ну что ж, ребята Вот именно поэтому Летя в Красноярск Никогда не хочется спать Потому что ты всегда летишь Из темноты к свету Не спал Ты спал Мишка спал, я не Ладно, мы уже где-то на подлете Снижаемся Спать надо было обязательно Потому что сегодня у нас не будет гостиницы И сразу же вертолет Бумажка под ногу попала Все, ребята, прилетели, сели Мишка вон катится куда-то по наклонной По прямой В горизонтальной плоскости Вон со Светлогорска самолет прилетел Впоз lieu Итакs Уважаемся В... Впоздン В northern Мишка Влота Так и начался наш перелет из Красноярска-Светлогорск, южный форт Плата Путорана. Светило яркое солнце, было жарко, и мы летели без футболок, попутно еще и загорая. Под нами проносились бескрайняя тайга, бездонные топи и бесконечные реки, в которой жили жирные рыбы. Первая остановка будет в селе Ярцево. Давайте я вам немного расскажу про него. В 1605 году кецкие казаки основались в Зимовье острог, вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево. Село Ярцево примечательно тем, что оно было первым сельским поселением в Енисейском крае, основанным вскоре после постройки Турханска. Однако в настоящее время исследователи предполагают, что Ярцево могло появиться ранее Турханска. В числе первых поселенцев были крестьяны Высотины, Зыряновы, Коноваловы и Мещани-Щадрины, пришедшие в эти места из-за Урала. В архивах были найдены документы от 1798 года, упоминающие Ярцево. Согласно этому документу в деревне на тот момент числилось 14 домов, жители села занимались охотой и рыболовством. После революции 1917 года основным занятием ярцевцев было сельское хозяйство. В 1930 году в селе был создан колхоз «Северный пахарь». В Ярцеве также занимались животноводством, развивались лесогазаготовки. Ярцевский лесопромхоз, являвшийся одним из самых крупных в лесной отрасли советского государства, сплавлял сотни тысяч кубометров отборной древесины для Норильска и столицы Таймыра-Дудинки. В 80-х годах объем производства деловой древесины достигал 500 тысяч кубометров в год. Сейчас население села около 1300 человек, работает школа, есть аэродром, действует регулярное авиасообщение. Ну и конечно же, всем нашим подписчикам, так или иначе, живущим или связанным с Ярцево, огромный привет! Вот мы перейдем в Ярцево. На улице жарко. Ребята, 27 градусов. 27. Будет у нас дазобравочка и пойдем дальше. Как раз уходит рейсовый вертолет, борт. А куда он? Красноярск, наверное, да? Вот такой сибирский автобус. Вездеходы лесник серии Лесник М Экстрим и Профи. Надежный, неприхотливый, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шарп. Подробный обзор вездеходов в описании. Да, ребятки, вот на таких вот как раз восьмерках я и налетал в детстве немало. Комфорта минимум, ну а как, по-другому не выбраться. Разработку перспективного среднего многоцелевого вертолета под обозначением В-8, призванного заменить выпускающуюся модель вертолета Ми-4, началась в АКБ Миле во второй половине 50-х годов. Прежде всего, у новой машины должна была максимально рационально использоваться эргономика. После ряда доработок и испытаний Ми-8 был запущен в производство в 1965 году и принят на вооружение советских ВВС в 1967 году. Показал себя настолько удачной машиной, что закупки Ми-8 для российских ВВС продолжаются до сих пор. Ми-8 используется более чем в 50 странах, включая Индию, Китай и Иран. Всего их было произведено более 12 тысяч единиц. Модернизация вертолета Ми-8, завершившаяся в 1980 году, привела к созданию усовершенствованного варианта этой машины – Ми-8 МТ, который отличается улучшенной силовой установкой и наличием вспомогательной силовой установки. Экипаж вертолета 3 человека, пассажиров до 24 человек, скорость крейсерская 225 км в час, потолок 4500 метров, дальность без дополнительных баков 480 км, расход топлива 720 литров в час, мощность двигателей АИК-2 по 1500 лошадиных сил во взлетном режиме. С этим вертолетом у меня связано немало воспоминаний. Я очень много летал на нем в детстве с отцом. У меня был буровой мастер, и мы летали по вахтам. Также с этого же вертолета я прыгал первые свои управляемые прыжки на крыле. Вот такая замечательная машина, которая верой и правдой вот уже более 50 лет трудится на наше благо. Ну что ж, у нас прошел перекус в Ярцево. Вот тоже борт с нами идет. Покушали, заправились, себя заправили. Василия встретили. Помните, все Василия? Все случайно. Совершенно случайно, да. В Ярцево. Прямо неожиданно. А он оказывается местный, он с Ярцево сам. Не, нормально. Я, честно говоря, не надеялся так быстро вас увидеть. Помните, это помощник канадского инструктора. В Яргак. Пошли дальше. Следующая остановка в Верхнеимбадская. 444 километра. Мы продолжили наш путь. Следующая дозаправка будет в Верхнеимбадском. Совсем забыл вам сказать, что летим мы двумя бортами. Второй вертолет Робинсон 44-й, экипаж которого мы вам вскоре представим. Сразу после взлета во всей красе предстал пред нами Енисей. Могучая река, которая делит Сибирь пополам на западную и восточную часть. Енисей – река в Сибири. Одна из самых длинных и полноводных рек мира и России. Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Ее длина 3487 километров. Повсюду сновали баржи. И неудивительно, сезон навигации очень короткий, а завести надо на север все, что может понадобиться на год вперед. Других дорог нет. Так и идут по рекам Сибири, как по артериям, миллионы тонн грузов, которые помогут прожить еще один год в этом суровом краю. Для мест, где нет дорог и есть только вертолет или водный путь, существует приятное слово. Навигация. Это значит, что будут свежие продукты, новые товары и вообще, жизнь-то налаживается. Но не все так хорошо с Енисеем, как мы можем видеть. После строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС наступили серьезные экологические последствия. Енисей в районе Красноярска, Дивногорска, Саяно-Горска перестал замерзать. В частности, протяженная незамерзающая полынья ниже Красноярска может иметь в длину до 500 километров. Климат стал более мягким, а воздух более влажным. Благодаря огромному количеству воды, которая скапливается в Красноярском водохранилище. Кроме того, каскад Енисейских ГЭС затопил большие площади ценных земель, привел к уничтожению археологических памятников, биоценозов, рыбных ресурсов, вынужденному переселению значительного количества населения. В 2001 году на горе, в том месте, где вода скрыла деревню Баскар, на дне Красноярского водохранилища установлен памятный крест. После постройки в Красноярске-26 в 50-х годах горно-химического комбината были введены в эксплуатацию два прямоточных ядерных реактора для выработки оружейного плутония, плутония-239. Реакторы имели охлаждение прямоточного типа, то есть после забора воды и охлаждения реактора вода без очистки сбрасывалась обратно в Енисей, что привело к радиационному загрязнению Енисея. Я очень надеюсь, что человек не будет совершать подобных глупостей и экспериментов с природой в будущем. Мы не унаследовали природу от родителей. Мы взяли ее в долг у наших детей. И вернуть ее надо. Хотя бы какая она была. Пролетая над одним из болот многочисленных, мы встретили вот такую парочку. Мамка-дикий олень и теленочек, недавно рожденный. Мамка на нас грозно, мычала, бросалась на вертолет. В общем, как могла, защищала своего детеныша. Очень интересно было видеть. Ну и вот эти кадры мы показываем вам. Отворим поселку Редки-Бацкое. В принципе, я о нем уже рассказывал в одной из серий. Сейчас у вас будет ссылочка на экране. Можно еще посмотреть, что нам интересно. Ребят, Мишанька у нас борется всю дорогу. Сам себя борет. Никак забороть не может. Ну что ж, ребят, вот прилетели мы в Верхнее Бацкое. И произошла такая оказия. Камера выпала. И была плутовка такова прозрачность. Прозрачность у нас исчезла. Вот так вот. С камерой у нас случилась проблема. Будем запасную доставать. Прилетели мы на аэродром заправки. А тут, видите, сколько вертолетов летает маленьких. Тоже там заправиться хотят. Видите, тут заправка ходит для них. Вот такая же заправка абсолютно. Просто какая-то, 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 какая-то страшный ужас происходит. Да, мы набрызгались, им кофиг, а им наоборот, где-то... Чего я разбил камеру сейчас? Да. Первая потеря у нас. Пускай это будет самая страшная потеря, какая-то самая, крайняя. Так вот. Еще страждущие... Нет, Гардекс вообще не вытягивает. Страждущие до заправки прилетели. Герасим Васильевич, вообще люто, люто, люто. Люто поели до крови. Местные мужики стоят, не отмахиваются. Они их знают, не едят. Завелся Робинсон. Ребята готовятся к старту. Завелся Робинсон. Завелся Робинсон. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Ну как тебя натыкали комары? Меня, ребят, вообще... Напали на нас вероломно, без предупреждения. От витая! Потому что мы еще в плавках были. Комарок выгонять. Олег, а можно пока не закрывать? Сейчас я как... А-а-а! А-а-а! Годы птицы улетают По земле меня болтает А точнее выше над землей Не до жиру быть бы живу Столько лет на всех режимах В небе мы живем одной семьей По ущельям и вершинам С винтокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли быль Вместе с ней по небу ходим Мы друг друга не подводим И спасибо вам, товарищ Миль Выручала, где казалось Шансов нам не оставалось И не превратила нас в утиль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Мы нередко с ней прощались Честным словом возвращались А потом на матушке земле Экипажем водку пили За машину и за миля Мы на ней, как бабка на метле Мы на ней, как змей Горыныч Тоже можем землю высечь Или как ковер, но вертолет Только чаще в этой сказке Как усталая совраска Из последних сил на всех спасет Терпеливо лямку тянет И молотит лопастями Днем и ночью В бурю или штиль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Ей поклонятся солдаты Те, кто выжил в медсанбатах Не для них теперь ее родней И гражданские пилоты За совместную работу Та уже сниму шляпу перед ней Возят даже президентов И на разных континентах В небе, словно рыбкою в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцев Знают то, что выручат везде Над полями и лесами Ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Над полями и лесами Ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, баты Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Михаил Леонтич Миль Создал Михаил Леонтич Миль Жуков Гараж Ведущие тюнинг-ателье По вездеходам Шерп и не только Ждет вас и вашего любимца На глубокий тюнинг Десятки собственных разработок и улучшений Оригинальные детали и качественное оборудование Мы первые, кто сделал Шерп лучше Подписчикам канала Скидка Так, ну что, мы уже в сборе в Светлогорске Это здорово Уже полпутя пройдено Ну, еще полпутя назад у нас Осталось у нас где-то здесь километров 140 До места, где будет база и рыбалка И оттуда мы уже будем двигаться Где-то по водохранилищу Как видите, водохранилище еще во льду Часть водохранилища на лодках Еще туда не пробиться У нас пойдет подушка На подушке пойдет мешание А мы сегодня вертолетом забросимся На базу Заранее будем готовить лагерь Мишка заправщик В карман себе заливай А, тебе подержать просто дать Ты у нас еще не сертифицированный заправщик Еще не знаешь, что надо делать Тут целая наука Уходя из аэродрома Что-нибудь возьми полезного домой О чем гласит, вот это надо А, ну вот то и написано, что Для того ключи в баке и стоит Чтоб ничего полезного из бака не забрали домой На вертушка заправлена И заправляем сейчас Рубинсон Светлогорс, Светлогорс Здесь хорошо, комариков немного Еще Я так думаю, можно взять прям спиннинг И вот туда кидать и что-нибудь поймаешь Сколько и щука здесь есть Ну вот, ребятки, поливает дождик Кстати, видите, все Началась навигация И появилась куча контейнеров И возле домов, и возле гаражей Все, все что-то везут Что-то заказывают Вот там даже водку новую привезли Модную Так, парни Мишка решил у нас заняться подводным поиском Побывать в этом гараже не померить эту вещь Давай, сейчас тебе воздух подключим Я считаю, это просто преступление Вот, толкни речь нам теперь Ну как? Смирил вообще, нет? Да Слушай, надо сказать, что он говорит Здесь очень некомфортно Нормально? Никого нет дома Никого нет Все ушли на работу Все Вот если ты в нем нагнешься То уже не разогнешься, мне кажется Все, ребята, Мишаня остался в гостинице Мы вылетаем на базу Где будет проходить рыбалка Где будут все останавливаться И откуда мы будем там передвигаться Уже по району Путорана Поплата А Мишаня завтра придет на подушке С Олегом С Олегом вместе будут Да Как-то вот так вот Так что Смотрим в следующей серии Видосы и от нас И от Мишани Мы будем завтра ловить рыбу Потому что сжать нечего Из полезного я имею ввиду У них вся еда Представьте, приехали А у них пицца одна А мне нельзя такое Перед нами раскрыло объятие Курийское водохранилище Которое создает подпор для Курийской ГЭС Об этом и прочих интересных местах Вы можете узнать Посмотрев наши майские приключения На плато Путорана А сегодня уже 22 июня Но лед еще не везде растаял Обратите внимание Какое колоссальное количество Топляка по берегам И все это хаотично и беспорядочно Плавает по всему водохранилищу Я еще подумал Как же тут на лодке ходить Еще не подозревая Что сам пройду тут Не одну сотню километров Все ребята Мы прилетели на базу Будем разгружаться Отдыхать По прилету мы столкнулись С небольшой проблемой Все дело в том Что на базе была вертолетная площадка Рассчитана на один вертолет А борта у нас прилетало два И вот поэтому мы Одну машину не глушили Чтобы если что Нам ее подвигать Как-то пошевелить Ну вот Как-то вот так вот получилось Все благополучно приземлились В конце концов Все, ребята Надо зачистить площадку Для второго борта Слушай, лопаты не нашел Только так Давай эту беренду Начинаю Слушай, вот так вот Нарубать сюда Вот так вот Вот это подбалку Да, мы ему здесь хвост посадим А там кусты подрубай Вот Там если что-то Так, ребята Якутский нож От стальных бивней Триммер, блин Опа Расчищаем площадку Ничего Скоро коптеры будут летать Там еще проще с посадкой Хвоста нету Что, достаем? Пришел второй борт Сейчас будем сажать его Пусковые устройства Револтер Это надежный запуск В любой ситуации Проверено нами Это работает Не забывайте Зима близко Ссылка в описании Скидка по промокоду Герасим Шерп Ну все, успешно прошло Отлично Так, у Василия возникли первые трудности У него не заводится генератор Ребята, давайте выясним Кривые руки или неисправный генератор Генератор хороший, сейчас он заведет Не мешайте, пожалуйста Значит, с руками проблема, если генератор хороший? Не мешайте, пожалуйста Давай, не мешайте Не, 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 не Это надо О, о Вот Мне кажется, вот тяга немножечко неправильно делается Чуть-чуть спиной больше надо помогать Не ногами подседай Да Спиной много делаешь Может так спина заболеть на 12-м бортке О, что-то получится О, ребята, вот она река Курейка Прямо на базе у нас Вернее, мы прямо возле Курейки Находимся Вот так вот А вот там уже можно ловить Рыбу Сегодня мы это делать не будем Ух, устали как собаки Спали вообще мало-мало А вон уточка плывет Сто сорок седьмой рывок Сто сорок восьмой Сто пятидесятый Хорош, закончили упражнение Ой-ой-ой-ой Не успел я батарейку поменять У Василия уже все работает Сейчас пусть погреется чуть-чуть Вот так, друзья, и закончился этот длинный день Надеюсь, вам понравилось Смотрите следующую серию Всего хорошего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok